Подошли коленями к рукам, сели для вас. Ну что, работает спина? Чувствуется вот здесь? Или не получается? То есть мы последовательно начинаем вырабатывать в тазу некоторые мышцы, о которых вы даже и не мечтали. То есть мы их подняли в таком аспекте. А теперь давайте сработаем опять же с тазом в нервной, перевернутой, так сказать, асане. То есть мы опустим из, выйдем в бакасану, полубакасану, опустим голову на пол. И пробуем отработать асимметричный подъем ног. Чтобы он был у вас, ну вы им абсолютно спокойно владели. Вы смотрите. Вот мы допустим выходим в бакасан. Уже практически все мягко могут опускать голову на пол. Вот опустили, таз расслаблен, спина расслаблена. Руки стоят. Ловим глазами, вот где-то точку там, за, на стенке, да. А периферии, для чего вы вначале это все делали. И включаем периферию. У вас включается определенное состояние сознания, да. И вот стоят туда глаза, а периферию вы наблюдаете. И дальше мы начинаем работать только с ногой правой. Смотрите сюда. Раз. Нога снялась. Отслеживаем периферию. Нет никаких изменений. То есть рука, как бы, изначально как-то, тык, все, ловлю. Дальше пошла нога, ловлю. Отработала рука. Дальше, вот нога пошла. Вот движение, видите. Раз. Дальше носок на себя. Ушла вверх. Насколько возможно. Раз, отработала. А дальше нога уходит это сюда, и это поднимается. Опять отработала. И нога выпрямилась. Это сюда, это туда. Стоим. Возврат. Согнулись. Видите, вот конструкция. Согнулась. Опустилась. Вернулась. Легла. Дальше таз. Приблизился к пяткам. Исходник. Подъем. Голова пошла. Пошел. Ну и теперь попробуйте. Вот на одну ногу это сделать. Насколько это получится? То есть подъем одной ноги. Четкий контроль. Развал локти. Локти. Есть. Теперь тазом отрабатывай. Есть. Вывела ноги. Хорошо. Согнуто. А теперь ножницы. Раздвигай ножницы. Раздвигай, раздвигай, раздвигай. О, отлично. Локоть развалило. Есть. Дима, симметричней. Ты в верхнюю. Ты что упал? Потому что ты нижнюю ногу, переднюю ногу согнула, задняя у тебя болталась. Последовательно. Смотрите, еще раз я сейчас покажу. Оп. Сейчас подумаю. Я в прошлую субботу поднял уже и думаю. Ну, можешь не делать, если тяжело. Еще сейчас раз покажу. То есть последовательно делайте. Ваша задача здесь добиться. То есть мы делали симметричные подъемы и вестибулярка в перевернутом состоянии уже пришла к какому-то уже как бы реальному управлению. Сейчас пробуем сделать асимметричные подъемы. Но здесь важно. Вот это состояние. То есть состояние, вот вы сели, а вот есть, после него это состояние сохраняется. Вот вы сидите, да, эй, вагон, а, да, то есть приблизительно такое. То есть вы встали, поймали. И в это состояние вы потом научитесь входить достаточно быстро. То есть такая некая трешенность, измененка такая. Раз в глаза, оп, есть. Они эту точку видят, но в то же время они отслеживают всю периферию. Отвалился локоть, чуть ушел. Вернули. То есть вот эти моменты, чтобы я не я напоминал, а вы сами отследили, чтобы ваше периферийное зрение давало вам информацию в голову. В голову было, оп, есть, опять отработало периферию. Если не, если тяжело, не, просто поднимайся симметрично сейчас. Один раз. Поднимись симметрично. Ну, медленно, мягко. Найди там точечку и таким образом. Хорошо. Еще раз показываю. Значит, смотрите. С другой ногой, да. Посмотрите последовательность. Тут что важно. Ноги. Вот вы подняли таз, у вас ноги собраны. Когда отстроили вот эту вертикаль, ноги вытянули эти антенны. Потом опять. Раз антенны собрали, опустили. Последовательность. Есть. Вот. Встал. Поймал. Чем дальше вы смотрите, тем у вас устойчивость будет. Если вы будете смотреть под себя, это хуже. Вот смотрим дальше. Куда, в максимум. И шею расслабили. Стоите четко на макушке. Видите, что у вас локти близкие к вертикали. Так. И теперь пошла левая нога. Раз, она приблизилась. Пяточка. Отработал. Снялась. Отработал. Поднялась. Отработал. Пошел таз. Оп. Есть. Вывесил. Пошла работать. Пошли колени работать. От центра. Раз. Они вытянулись. Отработал. Отработал. Постоял. Постоял. Да, там. Собрал. Отработал. Вот моменты движения, если вы заметили, да. есть какие-то дергания. Зачем? Потому что вот, сосредотачиваясь на этом, потом отработал. Есть. Пошло сюда. Установил. Опустил. Уложил. Вот для этого мы там более сильные такие нагрузки давали именно на вот это вот движение. Вот видите, раз, нога теперь, и легко легла. Все, теперь таз пошел. Вывесился таз. Переместил центр тяжести. И поднял. На другую ногу. Какое-то перемещение приблизительно можете совмещать с дыхалкой, допустим. Вот разбиение, под разбиение. Совмещайте с дыхалкой. Отработал тазом. Отлично. Задержись. Вытянул. Держись. Зафиксируй. Собери. О, есть. Отлично. Опускай колено. Опа, есть. Держай. Ягодицы и держи. Не кидай. Собирает ли в кубок как будто? Да, есть. Завалило. Зафиксируй. Собрала вклад. Растянула. Собрала. Постоять. Если ты чувствуешь, что тебя выкинуло из этого. Оно, вот при вот этих фасовых переходах, вас выбрасывает с равновесия. Оба собрали. И тут не надо сразу переходить на следующее. Сделайте один цикл дыхания. Собрали один цикл дыхания. Четко оба есть. Следующую фаску наложили. Тогда у вас это будет как бы опыт. Собрались. Вот нос, он знает, как нос здесь отработать. Какие варианты вот этих колебаний. Потом следующую фазу. Так. Вот. Ну и теперь пробуем тоже сделать, только уже в чуть-чуть отдохнули и в симметрии. Понятно? Смотрите. Ну то, что мы делали. Только теперь в симметрии и в вертикальном положении хотя бы два-три цикла дыхания. Вот как вы чувствуете себя. Стопы отстраиваете горизонтально. И дыхалка. Вдох. Стопы. Проводите этот вдох через ноги, через таз, через туловище. И выдыхаете через макушку. Осознанно, вот как мы дышим. Затем делаете вдох из земли в темя. Стоим на макушке. Вдох в темя. И сквозное дыхание в ноги. Если получится, три раза. Если очень тяжело будет вам. Ну сколько получится. Смотрите. То есть задача заключается в том, чтобы ваш мозг уже научился в этих положениях во всех отрабатывать. выставили руки, подняли таз. И допустим, с выдохом пошли. Выбили ушки, подстроили руки, стоим. выпрямили. И дыхалка. Выдох. Вдох в голову. Выдох ноги. Вдох ноги. Выдох голову. Вдох в голову. Выдохнуть. Смотрите, напряжение возникает, выдох ноги, уходит, вдох, выдох, вдох, выдох. Раз, ноги, зафиксируем, здесь вдох, выдох можно сделать, и пошли ноги, раз, все, теперь я даю возможность, поскольку стоял некое время, перераспределиться кровообращением. Ноги опустились, сейчас идет переход на ноги, опускаю таз. Попробуйте сделать хотя бы четкий цикл. Вдох в ноги, выдох в голову. Вдох из головы, выдох в ноги. Вы почувствуете разницу, это приблизительно такая разница, как вот мы делали в субботу вот эта отжималка. То есть вот кажется простейшая вещь, сделать вдох-выдох, но именно осознанно. Вот вы делаете вдох, и вот что я говорю, ты делаешь вдох, становится тяжелее стоять. Тяжелее, 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 как будто какая-то штука, вот я не знаю. Потом, когда выдыхаешь, оно как изливается, опять вот пока оно льется. Хорошо, стой. Вдох. Медленно, медленно, осознанный. Осознанный вдох. Не резкий, а тянучий. Вот втянули, залили себя и вылили. Что, почувствовал? Ну, все равно оно начинает вдох. Пока ты это делаешь вдох, да? Вливается такая штука, и становится тяжело стоять. Вот ты чувствуешь, как напряжение какое-то начинает. Тянешь, тянешь, втягиваешь, потом начинаешь изливать. И, казалось бы, можно, вот если этого не делать, не дышать. Ну, начинает крошатывать, да. Когда ты, вот можно, не занимаясь дыхалкой, можно стоять достаточно долго, спокойно. Ну, как бы, обращая просто дыхание, как дыхательный цикл. Когда вы начинаете дышать вот этим сквозным потоком, вы видели, может быть, да, как вот начинается, вот руки уже, ты делаешь вдох, они пошли. Потом сделал выдох, застабилизировал все, ушла эта штука. Отстроил организм. То есть, я не знаю, с чем это связано, но какая интересная особенность. Но зато теперь, вот после того, как вы это сделали, вот без дыхалки вышли и не обращали. Так, еще вот есть у нас. Мы еще один разок поднимемся. И попробуйте, сейчас, без дыхалки. Просто вы отдохнете, да, восстановитесь. И без дыхалки просто стоять. Не дышать сквозным дыханием, а просто стоять и смотреть, что происходит. Да? Я не имею в виду, не обращая внимание там на вот этот сквозной поток. О, плавно уже положил. И плавно стоял. Ну да, ты же не дергался. Ничего. Понял. Держи. Я не могу. Дело в том, что у меня такое ощущение, что когда вы хотя бы цикл вот этой привязки делаете сквозного дыхания, после того, когда вы выходите, вы как бы стоите в такой нитке, она вас держит. Встали, и всё, и дальше уже как бы, только мозг так отрабатывает какие-то маленькие нюансы, отклонения. То есть не замечаешь, как руки, нету напряга такого, и минимальные какие-то отклонения. Вот вы себя, ну как сказать, как прорихтовали. Была такая проволока, и когда вы становитесь, вот эта дыхалка, вы берете эту проволоку, выровняли, и теперь по этой оси вы прям просто стоите. И минимальное отклонение, ну сразу, тут трубочка такая есть, вот вы эту трубку взяли и положили на эту отрихтованную проволоку, и всё, она стоит вертикально. Ну, соответственно, если вы будете пробовать дома стоять, то не забывайте о том, что если вы стояли какое-то достаточно длительное время, ну даже вот если попробовали три цикла продышать, то, соответственно, вам нужно компенсировать, вот опустили, опустили таз, и вы это потом почувствуете, как опустили таз, вернее опустили ноги. Чувствуете, как ноги начинают, опа, пошли, ну они наливаются ноги, опустили таз, таз перераспределяется, и всё, то есть распределение в голове. Вот, то есть, ну, будет бодро и весело купить бану для творчества вечернего состояния. И вот... И вот...